Как известно, для вдохновения художника достаточно мгновения. А вот для работы, чтобы написать картину, ему нужна художественная мастерская. В Новосибирске насчитывается порядка 90 мастерских, и 65 из них занимают представители Новосибирского отделения Союза художников России. На протяжении многих лет они платили арендную плату около 10 тысяч рублей в месяц. Но с недавнего времени все резко изменилось. Сейчас им повышают аренду в 8-10 раз. Просто законодательство изменилось. Изменилось в части предоставления муниципальной собственности в аренду организациям. Если в 2018 году вот эта аренда была, так сказать, льготная, она составляла одну десятую от коммерческой стоимости арендной платы, и у нас были заключены договора с муниципальным учреждением культуры, у которого, опять же, в оперативном управлении находились все эти мастерские, то сейчас, будем так говорить, с 28 марта 2023 года, ситуация изменяется. Учитывая тот момент, что многие художники не имеют постоянного дохода или подрабатывают на полставки в различных студиях или школах, и в основном зависят от продажи своих картин, то такое повышение цен для них слишком высоко. По мнению Вадима Викторовича, эту проблему можно было бы облегчить, если бы муниципальная власть пошла навстречу предложениям Союза. Уже, наверное, 14 лет предлагаю все-таки принять на законодательном уровне постановление о том, что социально ориентированные организации, работающие в области изобразительного искусства, вот эти муниципальные помещения могут ими пользоваться на праве безвозмездного пользования. Никто не хочет изменять законодательную базу в городе Новосибирске, никто не хочет на это идти. Безвозмездное пользование не значит, что арендаторы мастерских не будут платить коммунальные платежи. Они точно так же, как и все собственники жилья, будут нести полную ответственность за помещение. В стране есть примеры, где эту проблему решили подобным образом. Красноярск – безвозмездное пользование, Томск – безвозмездное пользование, Кемерово – безвозмездное пользование, Новокузнецк – безвозмездное пользование, Омск – безвозмездное пользование. Мне их сколько перечислять? Но мне в Новосибирске постоянно заявляют – это нарушение федерального законодательства. Я тогда не понимаю, у нас чего вообще? Чего у нас вообще? Почему в округе везде нарушают федеральное законодательство? Новосибирск удивительный, правильный такой вот. Конечно, федеральные законы соблюдать необходимо, но ведь не для того они придуманы, чтобы напрочь искоренить художественное творчество в отдельно взятом сибирском городе. Потому что за пределами Новосибирской области эту проблему вроде бы решили. Ждем реакции от наших руководителей.